Театр жил, театр жив, театр будет жить. Здравствуйте, вы смотрите программу Город С, с вами Уриана Мирная. В гостях у меня сегодня лауреаты Самарской театральной музы. Итоги конкурса подвели в понедельник. Он совпал со всемирным днем театра, что особенно приятно. Итак, Елена Остапенко, актриса театра «Самарская площадь», Данил Богомолов, актер театра студии «Грань», город Новокобишевск. Здравствуйте, вас от души поздравляю с прошедшим днем театра и с тем, что так все совпало, что в этот день, это же редко, да, бывает, когда в день театра музы проходит, где-то рядышком. Это такая редкость большая, поэтому прям здорово. Прям праздник в праздник, да. Вот, поздравляю вас еще и с вашими победами. Хочется озвучить, Данил, как лучший молодой актер за роль короля Лира в спектакле, собственно, «Король Лир». И, Лен, спецприз жюри. Ну, круто. Что за приз, рассказывайте, потому что это командировка творческая. Я знаю, что всегда артисты очень с большим рвением и радостью воспринимают подобную награду, потому что есть возможность съездить. Для меня это, конечно, был огромный просто сюрприз и подарок, поэтому вот то, что совпало, и день театра, и я, когда вышла на сцену, вот эти слова благодарности сказать, я настолько растерялась. Ну, тут сразу собралась и думаю, такое редко бывает, правда, в актерской профессии, чтобы вот так все точки сошлись. И день театра, и вишневый сад, в котором я играю роль Варри, именно за нее я получила этот спецприз. И Самарская театральная муза в этот день. И поздравлял меня Иван Иванович Морозов. Это была огромная честь для меня, и поэтому я была настолько счастлива, это правда, вот я не лукавлю ни секундочки, ни минуточки. Я очень счастлива. А то, что связано с командировкой, я не предполагала, что такой приз вообще мне достанется. И здорово, это Чеховский фестиваль, который в июне мне дают вот этот вот промежуток дней с 1 по 5 июня. Вот, и выбраться в столицу, посмотреть спектакли для артиста, это вот как глоток воздуха. Мы всегда же говорим, да, как раз с артистами о том, что каждый вечер, да, в одно и то же время примерно начинаются спектакли во всех театрах, и вам достаточно трудно что-то смотреть, да, у вас не хватает ни возможности, ни времени. Это, насколько это ценный, даже не опыт, а насколько вот там можно напитаться чем-то новым, интересным, посмотреть на других людей. Вы на фестивалях же часто бываете, но все-таки там как-то удается. На фестивале вот в последнее время не так часто получается выбираться, но фестиваль, я считаю, что это такая возможность для артистов и для зрителей, и вообще вот выбраться за рамки своего собственного театра и посмотреть, во-первых, на каком уровне ты находишься, во-вторых, что происходит вокруг, в-третьих, познакомиться с новыми людьми, что немаловажно. Вот, это, ну я говорю, это воздух, для театра это воздух, фестиваль это такой большой праздник, мне кажется, огромный. Просто сейчас еще фестивали так интересно проводятся. Раньше приезжал на фестиваль, посмотрел спектакли, сам сыграл, пообщался, а сейчас очень быстро все, приехал, отыграл, уехал. То есть как-то это все реформируется тоже по-своему, не хватает. В самом театре, да, Витя Данила, нельзя остановить, у вас вообще происходит страшное, вы одновременно и играете, и репетируете, и монтируете, и перемонтируете, там же вообще. Ну да, у нас все, мы все вместе все это делаем, все ребята, и актеры, и Денис Сергеевич тоже, где может, там помогает. Вот так что времени, конечно, у нас мало, но все равно бывает момент, когда успеваем там исходить на другие театры, спектакли посмотреть. Но, к сожалению, это бывает очень редко. Бывает вот приятно, когда есть какие-то показы, вечерний или поздний, там, в киновертикаль, когда там спектакли. Вот кто-то из ребят ходил туда тоже. Вот это, ну да, это действительно важно. Ну, нам, на фестивалях нам проще, в том смысле, что мы приезжаем, вот даже фестиваль малых городов, мы приезжаем на весь период фестиваля. Ну это да, вот мы говорили, что там есть возможность. Да, потому что Денис сам строит репертуар, да, и мы там на тренинги ходим, смотрим все спектакли, это, конечно, очень здорово и приятно, что у нас есть такая возможность. Потому что замечательные и люди, и актеры, и режиссеры, и художники, это очень полезно для всех нас. Можно ли сказать, да, что это вот, ну, посмотреть дальше своего носа, да, потому что все равно вы каждый в своем вот этом, да, там, театральном, прекрасном, крутом, но все-таки в достаточно узком мире крутитесь и находитесь. Ну да, чтобы не вариться только в своем соку, чтобы видеть, что делают люди, потому что вот мы съездили на фестиваль, Денис Сергеевич, вот, увидел там какой-то спектакль, ему понравился, он его пригласил к нам на помост. Опять же, люди, зрители, которые здесь, в Самаре, в Новокубишевске, они смогут тоже посмотреть этот спектакль. Хочу вот какую тему поднять. Спектакли оба, которые вы получили свои награды, это же классика, это же так приятно, вот, мне, во всяком случае, было слышать, что люди получают награды за хорошую, качественную литературу, поставленную на сцене. Я прямо от души радовалась. Данил, это Шекспир, это Король Лир, это то, что мечтают, наверное, сыграть, да, миллионы, там, актеров, и тебе удалось это сделать с помощью, конечно, Дениса Бакурадзе. Как? Как это было? Что за работа? Как работалась? Потому что образ неординарный, образ неоднозначный. Ну, я бы не сказал, что работал, сработается, потому что работа идет и сейчас, процесс идет, и вот каждый спектакль, каждую репетицию, вот у нас был там, мы сыграли премьеру, уже запутался. В декабре, если я ничего не путаю, или в ноябре прошлого года, да, получилось? Да, там перенос был, да, в декабре, по-моему, мы сыграли, да, потом вот январь, февраль, и мы все равно работаем над этим спектаклем, каждый участник, каждый актер, и Денис Сергеевич, не оставляет его, вот. Вот, это очень, ну да, это сложная работа, и плюс у нас, как бы, дебют в плане того, что у нас первый раз спектакль с антрактом. Ага, вот так. Вот до этого такого не было, потому что Денис Сергеевич, чтобы не уходили зрители в антракте, вот, мы его не делали, в этот раз он рискнул, вот, ну. Ну, по-моему, уходящих нет. Ну, это оправдалось, будем и дальше, наверное, пробовать уже с антрактами делать спектакли, вот. Работа сложная, действительно, даже не только потому, что там, да, вот этот текст Шекспира тоже свою сложность представляет. У меня уже был опыт, да, в Самарском драматическом театре я играл роль Макбета, и как бы опыт соприкосновения с текстом Шекспира у меня уже был. Ну, и в этом плане чуть-чуть полегче мне, может быть, было тем молодым ребятам, которые только вот пришли. Вот, мы старались как-то вместе все над этим работать. Ну, Шекспир, мне кажется, это тот автор, тот материал, который заставляет тебя самого, как актера, как человека, изменяться, меняться ради этой роли. А то, что в ней заложено, это какие-то, ну, космические вещи, да, и чтобы хоть как-то к ним прикоснуться, нужно очень... Долго и упорно работать, и вот мы и сейчас продолжаем, чтобы хоть вот до чего-то дойти. Как многие все там говорят, я видел интервью с разными и именитыми актерами, и режиссерами, и какие-то вещи читал. Что невозможно сыграть Шекспира вот на сто процентов. Он какой-то бесконечный. Ты можешь сыграть какую-то одну определенную грань его, найти что-то вот именно свое. А вот обхватить весь, ну, это невозможно, это как что-то вот необхватное. Ну, это же роль, это же постоянный роль получается, да? Да, и Денис Сергеевич говорит о том, что это как бы роль, конкретно вот если говорить про мою роль, короля Лира, она все равно, чем больше, чем старше я буду становиться, тем, наверное, она будет, как бы ближе к ней я буду приближаться. Сочнее, наверное, будет. Ближе она станет мне, да. Вот я надеюсь, что мы будем и дальше работать, 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 чтобы как-то стало еще интереснее нам внутри и зритель. Ну, зритель-то, конечно, будет это чувствовать, если и самим актерам на сцене интереснее. Лен, Лишневый сад, я знаю, что мы говорили с Натальей Юрьевной, с Евгением Дробышевым о том, что 9 месяцев вы вынашивали спектакль, как ребеночка, да? И вот такой выхлоп-то хороший получился из этого. Да, хороший. Тоже такой же вопрос, как работалось, потому что это тоже материал серьезный, материал интересный и тоже, наверное, нет планки, да, наверное, там? Абсолютно согласна, потому что Антон Павлович тоже бездонный, абсолютно, там каждый раз открываются какие-то новые, новые стороны, грани, еще что-то в себе находишь, еще что-то находишь. Такое ощущение, что это вот копаешь какую-то ямку, а там еще появляется, еще появляется выход, еще появляется выход. И еще зависит, конечно, от твоего вот багажа личного. Король Лиры я вообще, конечно, восхищаюсь, потому что молодой артист, там такая мощь. И сыграть короля Лиры в молодом возрасте, я считаю, что и получить еще за это премию, это достойно, да. Вот, а моя Варя, Варя моя, ну, во-первых, я так рада, что Варя все-таки, Варя случилась. Варя случилась, да, и я говорю, могла ли я подумать, что я буду играть Варю в Вишневом саде, что это оценится. Варя очень, на первый взгляд, кажется, роль такая, ну, она же не первого плана роль, вот. Вот, но мне она очень близка, это Варя, и так, как мы ее выстроили, как она вошла в спектакль, и что мы нашли какие-то петельки-крючочки с Евгением Борисовичем, и в контексте всего спектакля. Варя мне очень дорога, она, сколько я смотрела спектакль о Вишневых садов, и я так смотрю, думаю, ну, моя Варя получилась какая-то такая своеобразная, и это очень радостно, вот, что она не шаблонная такая. Ну, вот, мне кажется, может быть, поэтому это все и выстрелило. Вот, я, конечно, очень счастлива, что Варя, и поэтому я говорю, вот, в день театра получить премию Антона Павловича Чехова, Вишневый сад, Варя, это большой счастье, правда. Предлагаю посмотреть, вспомнить этот понедельник прошедший, посмотреть небольшой сюжет с вручения премии, и вернемся, есть еще что обсудить, давайте посмотрим. 21 спектакль был представлен на суд-джюри в конкурсе «Самарская театральная муза». Самара Тольяттина, Вакуйбышевск, драма, опера, куклы, номинаций и претендентов немало, но правила конкурса гласят, муза должна достаться только лучшим. Всегда в районе Дне театра идет такое по театрам легкое волнение, потому что конкурс вещь щекотливая, и, естественно, у какого-то театра год сложился более удачно этот год, у кого-то, может быть, менее удачно, вот, но каждый надеется, что его работа будет оценена. Признание – это вообще то, ради чего работает любой художник, артист в частности, потому что признание зрителей – это одно, а признание коллег-профессионалов – это другое. Это как раз возможность сказать, ну да, я в этот раз молодец. Лучшая актриса музыкального театра – солистка оперы Ирина Янцева. Женская драматическая отправилась в Тольяттинское колесо к Ольге Самарцевой. В другой Тольяттинский театр юного зрителя «Дилижанс» уехала и премия за лучшую мужскую роль, которую исполнил Константин Федосеев. Если с главными ролями жюри было все понятно, то что же такое роль второго плана, объяснить оказалось трудно. Но актриса самарского драматического Евгения Оржаева, получившая эту премию, знает ответ на этот вопрос. Ну, надо просто всегда быть рядом, со всеми, наверное, с партнером обязательно, со всеми, со всеми, просто быть рядышком и быть на их волне. В жанре кукол были отмечены Екатерина Баженова из театра «Лукоморья» и Александр Кочудаев из «Пилигрима». Одна из самых значимых номинаций за вклад в развитие театрального искусства Самарской области, в этом году ею были отмечены двое народных тольятинец Виктор Дмитриев и прима Самарской драмы Жанна Романенко. Я еще не хочу бронзоветь, делаться памятникам. Я хочу работать, тем более я работаю очень много. И уже сейчас репетируем, и еще будем репетировать, поэтому все еще впереди. Честь наградить лучших молодых актеров выпала генеральному директору телеканала «Самара ГИС» Андрею Волковым. Музу получили актер театра драмы Владимир Морякин за роль Холстомера и актер театра студии «Грань» Даниил Богомолов за «Короля Лира». Режиссеру спектакля «Король Лир» Денису Бакурадзе пришлось подниматься на сцену аж четырежды. Его подопечные во время награждения как раз играли эту постановку в Новокуйбышевске. Премиями также была отмечена актриса «Грань» Любовь Тювилина как лучшая молодая, поделив награду с актрисой самарской драмы Натальей Ионовой. А сам спектакль получил целых два спецприза жюри за лучший актерский ансамбль и лучший спектакль. Самое важное это, конечно, ансамбль, потому что я как режиссер художественного руководителя бы ничего не смог сделать, если бы не было той труппы, тех актеров, которые есть. Поэтому для меня огромное счастье, победа каждого в спектакле, для меня действительно моя личная удача. Уже 22 года Муза находит своих героев, подстегивая актеров не останавливаться на достигнутом и совершенствовать свое ремесло, радуя зрителя новыми премьерами. Данил, Денис, когда поднимался в очередной раз на сцену, говорит, Данил просил передать, что случается так, что когда ты приезжаешь на Музу, тебе не дают ничего, шутил так. А когда не приезжаешь, обязательно чего-то дают. Так это действительно или это все больше шутка? Когда мы получили за спектакль «Таня и Таня», я получил за роль молодого актера и Алина Костюк за роль молодой актрисы. Вот тогда нарушился этот, как, не знаю, принцип, что если не приезжаем, то получаем. Ну, как-то так. Сразу отзвонился Денис, сказал, что ребята, все-все призы нашли. Да, потому что спектакль шел у нас, начало было в 7, и мы закончили как раз к тому времени практически, когда Денис Сергеевич приехал. То есть, ну, может быть, минут на 10-15 раньше он приехал, мы его не видели. Вот, и уже когда поклон был, он уже вышел на сцену и там объявил, поздравил всех ребят, вот, и рассказал зрителям о том, что произошло. Вот, было все вот так. Здорово. Лен, когда действительно озвучили, разговор был, да, вас отпустят вообще из театра на эти 5 дней-то в Москву? Конечно, конечно. Это причина, да, все-таки виская? Отпустят, ну, сразу спросили, в какие числа поставлена поездка, говорят, ну что, ты нам репертуар как бы немножечко, да, подвинешь. Ну, конечно, отпустят, конечно. Ну, вот сегодня так получилось у нас, что, когда разговаривали о вашем приходе к нам на программу, Наталья Юрьевна, у нас прогоны, у нас прогоны, вы только, пожалуйста, в театр-то живет вне зависимости от конкурсов, не конкурсов, да, и прочего, жизнь кипит, она продолжается, не останавливается ни на минуточку. Чего сейчас репетируете, потому что тоже хороший очень материал. Премьера, буквально, вот уже скоро-скоро, 4 апреля у нас будет новая наша премьера, Александр Николаевич Островский, правда, хорошо, а счастье лучше. Поэтому работа кипит, последние недели всегда напряженные, здесь сводятся все нюансы, и поэтому, да, конечно, театр не останавливается никогда. Люди отдыхают, мы работаем. Мне кажется, даже в отпуске театр как-то не останавливается. Не останавливается. У кого-то где-то что-то продолжает работать и кипит. Либо какие-то планы обсуждаются, либо что-то доделывается, либо возникают новые проекты. Если люди же все ненасытные, артисты, ну, вообще творческие люди все ненасытные. Жадные, я бы сказала, до работы. Пока еще что-нибудь не случится, все равно мы маемся, маемся, маемся. Нам кажется, что мы устали. День-два проходит, и ты понимаешь, что надо что-то делать, потому что ты уже как бы дышишь по-другому. Можно ли до премьеры понять, что сработает, а что не сработает в спектакле, и заранее как-то знать? Нет, я убеждена, что нет. Нет. Мне кажется, это обманчивое такое ощущение. Ну да, скорее всего, что это сюрприз и для зрителей, и для нас, для самих. Вот. Это всегда... Это же живой организм. Поэтому, вот что рождается, какой она ходит отклик в зрительном зале, и только потом, и говорят же, нужно смотреть после десятого спектакля, когда спектакль уже начинает жить, когда он обрастает какими-то нюансами, красками, у него появляется воздух, артисты становятся свободными. Вот тогда нужно приходить и смотреть спектакль. И то это еще не факт, что он родился до конца. Вот Антон Павлович Чехов, его можно бесконечно. И каждый раз ты будешь выходить, как будто бы у тебя, ну не премьера, но ощущения у тебя каждый раз разные. Это правда. Ну вот, как бы классика, она все-таки этим очень сильно отличается. Это здорово. Да. Да. Данила, что у вас в театре происходит? Я знаю, что тоже в работе... Вот опять же, Денис, когда был в прошлый раз на эфире, он так меня расхвалил и заинтриговал меня так, вашей афелии грядущей, что я просто вот в каком-то шоке. Он художественный руководитель и режиссер, это его задача заинтриговать. Что, какая работа у тебя в этом спектакле? У нас это работа, детский спектакль, театр Тени Афелии. Там основное действующее, как бы, два действующих лица основных. Это вот играет, исполняет Любовь Тювильна и Василий Яров. У нас, на остальных ребятах тоже очень тяжелая задача, именно техническая там используется, как, даже не знаю, ну, кодоскопы это называются, такие приборы специальные. Вот. И работа с ними, работа с куклами тоже очень сложная. Я, к сожалению, не работаю с такими куклами, работают там ребята. Вот, я все время наблюдаю, и это очень сложно и очень интересно. Вот. Но мы не появляемся. Мы выходим только уже на поклон. То есть вы весь спектакль работаете, но вас не вообще не видно? На нас не видно. Видно только нашу работу, как мы ее выполняем. Вот, да. Это очень интересно, очень интересный опыт, и у нас такого еще не было, поэтому все ждут с нетерпением этого. Слушайте, классно. Как раз вот у нас еще такого не было. Про эксперименты тоже хотела немножко затронуть, потому что актеры, вы всегда готовы к экспериментам, к каким-то нововведениям, вы ничего не боитесь. Вы дайте, а мы потом разберемся. Мы боимся, но мы все равно кунаемся, что с этим делать. И как раз хотела, Лена, тоже с вами обсудить такой момент, что объединение, да, такое творческое, актерское, сам доктор Чехов в одном из последних спектаклей. Тема какая. Спектакль «Выбирай», вы тоже приняли непосредственное участие и сыграли, исполнили главную роль. Вот. Как работалось там? Потому что вы же до этого, я так понимаю, все-таки в Самарской площади-то приросли всеми частями. А тут вот тоже такой некий опыт другой. Во-первых, я очень рада, что это случилось. Правда, это большая удача, вот моя личная большая удача, что Алла Винальдина Коровкина написала пьесу. И однажды прислала ее мне, говорит, почитай. Я почитала, она говорит, я ведь не случайно прислала тебе эту пьесу. Я хочу предложить тебе вот роль, причем главную роль. Вот. Я, конечно, обрадовалась и вот сломя голову вообще в эту работу, пустилась. Это всегда интересно. Во-первых, репетиционный процесс, сложно мы все это выпускали. Вы же тоже ночами все это работали? Ночами, потому что антреприза, это антреприза. Мы же все занятые люди. Ребята, актеры, драмы, там свои спектакли идут, репетиционный период. И поэтому собираться, конечно, вот вечерами, ночами, это, пожалуй, основная сложность. Все остальное, что касается самого процесса и ощущения от сделанной работы, выпущенной, и что это вышло в свет и имеет теперь жизнь, и имеет все основания на эту жизнь, вот передать это невозможно словами. Это правда, когда ты начинаешь вот буквально с каких-то крох, и вдруг это обретает жизнь. И я читаю отклики, и на мой взгляд, что эта работа абсолютно не похожа на все остальные мои работы в театре. Мне очень интересно работала с Аллиной одной, потому что человек, она пошла именно через меня и вытащила из меня то, что во мне, может быть, какие-то нюансы, которые я сама в себе не знала. Это очень здорово, когда в тебе режиссер вытаскивает еще что-то. Вот. Я довольна этой работой. Правда, я очень счастлива, что это случилось. Я передаю большой привет сам доктор Чехов. Я надеюсь, что этот спектакль будет жить, будет иметь зрителя. Ну вот, по последним данным, очень хорошо они у нас проходят, и люди с радостью приходят. И мне нравится та реакция после спектакля. Тема очень щепетильная, и, Марианна, и ты была на этом спектакле. Все говорят, первое, что хочется, это позвонить маме. Я говорю, ну это здорово. Это здорово. Результаты добились. Да, да, да. Вот как раз в этом контексте хочу, вот так получилось, да, что театр Грань, это достаточно камерный театр, да, у вас небольшое количество зрителей, чтобы каждый мускул на лице, да, был виден и так далее. И вот эта история со спектаклем Выбирая, в частности, это тоже близкая история, близкая физически, да, то есть мы все в одном практически поле находимся. Вот, насколько это после большой сцены, как перестраиваться? Это, ну, лучше, хуже, наверное, нельзя спросить. Но насколько это другие ощущения, когда ты вот так близко? Я могу про себя сказать, что, в общем-то, я недалеко ушла в сам доктор Чехов, потому что и театр Самарская площадь достаточно камерный. У нас зал-то небольшой, всего 147 мест, поэтому мы очень близко со зрителем общаемся. Все, что касается камерности, я очень люблю, потому что это очень тесный разговор со зрителем. Здесь нельзя выскочить на своих каких-то там актерских штампах. Если у тебя хотя бы один мускул работает не так, это сразу читается, это сразу видно. И вот этот разговор по душам, мне, как актрисе, он всегда важнее и теплее для меня, потому что я могу достучаться, может быть, вот, ну, ну, хотя бы до двух, до трех человек. А если я до всей аудитории могу достучаться, то, ну, это большое счастье, правда, актерское. Данил, не скучаешь по большой сцене? Я? Да нет, у меня нет какого-то такого, что вот большая, малая сцена. Нет, я согласен, что вот именно когда зрители вот здесь, вот рядом, это намного теплее и ближе. Да, и тут нет возможностей передохнуть на сцене. Ты ничем не прикрыт, ты вот, ты на расстоянии вытянутой руки. Если видят, что ты даже чуть мысли ушел в какую-то другую сторону, это сразу считывается, это сразу видно. Сказать, что я скучаю по большой сцене, ну, я не как бы, нет такого. Спасибо вам огромное. Время наше, к сожалению, закончилось. Еще бы разговаривали и разговаривали, да. Спасибо огромное, что пришли. И поздравляю еще раз с вашими наградами, с прошедшим Днем Театра. Удачи, успехов. Приглашайте на новые премьеры со зрителями. Прощаюсь до следующей пятницы. Проведите выходные с пользой и с удовольствием. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова